МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Круг новостей неделя. Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. Президентская программа реформ в органах исполнительной власти началась очищение всех государственных структур от коррупционеров. Украинские народные депутаты требуют недопущения Геннадия Труханова к выборам. Одесские предприниматели не могут нормально работать. Одна из причин управления развития потребительского рынка. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение реформировать систему органов исполнительной власти на всех уровнях. 8 июля на встрече с губернаторами в Одессе глава государства представил программу конкретных действий. Осуществление ее уже началось в Киевской и Одесской областях. Президент определил три наиболее важных на сегодняшний день направления деятельности органов власти. Успешные итоги этой работы должны стать необходимым фундаментом развития страны. «Напрямок перший – это величезная загроза, которая сейчас стоит перед странами. Это, точнее, не сейчас стоит, она всегда стала. И мы должны продемонстрировать эффективность против нее. Это борьба с коррупцией. Другая позиция – это безопасность государства. И мы должны скоординовать действия, что нам нужно сделать, для того, чтобы остановить гидросепаратизм, для того, чтобы не дать дестабилизовать ситуацию в середине областей, в середине Украины. Третя позиция – это инвестиции, поднятение экономики». Главное условие выполнения поставленных задач – кадровая реформа в контролирующих государственных структурах, где сегодня процветает должностная преступность. «Злочинец має сидіти в в'язнице. И звитировать силовики мают, как я сказал в Львове, не кількостью порушенных криминальных справ, а кількостью злочинцев, которые засудили и опинилися за градами. И начать очищение, что я очень не подобаю, это слово, борьбу с коррупцией. Мы будем среди рядов силовиков. Первыми опиниться за градами милиционеры, прокурорские, представники Службы безопасности Украины, чиновники, митники, податковцы, перекордонники. Все, кто от имени державы демонстрирует негидную поведенку, будут притягиваны до ответственности». Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Слакашвили привел типичный пример круговой поруки чиновников и правоохранителей на местной таможне. Фактически образовано преступное сообщество, деятельность которого препятствует повышению грузооборота в портах. В конечном итоге бюджет теряет миллионы, а грязные деньги оседают в карманах уголовников с высокой крышей. «Письма самых высокого уровня чиновников МВД, в данном случае, но это самое касается ЕСБУ и всех остальных, без какой-либо достоверной информации, по заведомо ложному заявлению, возбуждает и регистрирует место уголовного дела по факту незаконного предпринимательства. Таможня моментально заставляет их выгрузить это, потом по накатанной схеме уже не хотите платить, пожалуйста, им выгрузят, поставят где-то и может там несколько недель обратно не загрузить, потому что грузчик ему не будет помогать, потому что порты во всем этом участвуют». Президент сразу же потребовал документы. Судя по количеству бумаг, их хватит для проведения расследования. «Я тебе передаю прокуратуре и прошу вид поведеть за два дня». Таможню ждут кадровые перемены. Правильнее было бы назвать их тотальной чисткой. По мнению губернатора, иного выхода уже нет. «Всех надо гнать абсолютно. И я думаю, что на этот есть сейчас мандат президента, потому что очень четко Украине нужна новая система, а новая система делается только новыми людьми. Там, где дикие звери, олигархи в лесу ходят, там маленьким зверькам неповадно. Они всех будут съедать, правильно? Правда, чтоб там было одинаковые законы, что маленькие были такие защищенные, как и большие. Что больших надо отдельно держать и вообще из леса постепенно их убирать». Президентская программа предусматривает организацию принципиально нового таможенного контроля с использованием электронной системы. Собственник товара вообще не будет контактировать с таможенником. Сократится время оформления документов и размер пошлины. Резкая встряска ожидает и Министерство внутренних дел. В Киеве она уже началась. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о совершенно абсурдных случаях. Милиция не только крышует незаконную торговлю, но и мешает недавно созданной полиции вместе с коммунальными службами сносить торговые точки. Иными словами, действуют милицейские преступные группировки. Президент обещает сменить не только название милиции на полицию, но и саму суть ведомства. Я надеюсь, что в ближайшее время я подпишу закон о полиции, который принятен Верховной Радой Украины. Для того, чтобы не допустить тех случаев, о которых сказал городской главы города Киева, когда одночасно действуют милиция и полиция, а еще не дай Господь, начнется противостояние силовиков, визначен кинцевый термин за 2-3 месяца. Все мают перейти на полицейскую систему организации правоохранительного. Это другая полиция, другую государству. Полицейские, которые остановятся для того, чтобы помочь, а не полюют в кустах для того, чтобы заработать. Одесская область первой осуществляет проект конкурсного отбора председателей районных государственных администраций. За неделю было подано 4,5 тысячи заявлений. Уже само по себе это число говорит о поддержке населением реформы власти. Пока отбор прошло только 8 претендентов. В два раза будет сокращен штат областной государственной администрации, где сейчас насчитывается 815 человек. Для сравнения, в администрации президента только 427. Идет организация единого центра административных услуг. К сентябрю в нем можно будет оформить три десятка различных документов, а в мае будущего года уже 260. Срок оформления от 15 минут до суток в зависимости от сложности документов. «Видомство держит это для себя. Там МРЭО будет держать, тут регистратор будет держать, там землю будут держать, тут пож будут держать, тут МВС-ники будут держать, тут пенсийный фонд будет держать. Нет, все будут выдаваться в одном месте, в прозором офисе. Для выполнения намеченной программы необходимо значительно обновить депутатский корпус на местах, отодвинуть от власти политиков, замешанных в делах команды Виктора Януковича. Среди них и нынешний городской голова Геннадий Труханов. Если они скояли злочины, я думаю, что они должны остановиться за гратами. И этой теме была бы присвячена эта народа. Если они не скояли злочин, но отображают певную политическую позицию, я висловлю эту позицию тогда, когда, помните, была дискуссия по законодательной защите КПП. Я сказал, что лучшая защита будет, когда украинская громада, украинский народ даст им гарбуза и отправит в нибудь ее историю. Работа мэра вызвала нарекания уже в самом начале совещания. Первое, весьма показательное замечание сделал губернатор. Когда президент сегодня намеревался приехать к нам, его команда обратила внимание, ему очень не понравилось, что у резиденции засыпали резко асфальт, ямы засыпали. И засыпали, и что, для чего, потому что через три дня первый же дождь размоет, и кого одесситы будут ругать? Второе замечание Геннадию Труханову пришлось выслушивать стоя, как провинившегося ученику перед учителем-президентом. У меня порада в городе Одессы сделать шаги для того, чтобы сегодня морские ворота в Украину были хорошо светлыми. Пределить этому увагу, потому что я проехал по вечерней Одессе, я бы хотел видеть больше светлых. Несколько дней назад одесский мэр взял к себе на службу людей, уволенных губернатором за плохую работу. Позиция Геннадия Труханова явно идет в разрез с планами президента. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Народные депутаты, входящие в разные фракции, коалиции, а также внефракционные депутаты, обратились к руководству страны и правоохранительных органов с требованием отреагировать на факты, связанные с нынешним мэром Одессы. В заявлении говорится о криминальных связях Геннадия Труханова, подтвержденных расследованием Интерпола, о незаконной торговле оружием, а также о том, что мэр Одессы занял этот пост благодаря фальсификации результатов выборов в мае 2014 года. Народные депутаты из самых разных фракций, коалиции, а также внефракционники обратились с заявлением к руководству страны и правоохранительных органов с требованием заняться расследованием деятельности нынешнего мэра Одессы и не допустить его к выборному процессу. Об этом сообщают украинские интернет-издания. Заявление, в частности, говорится, цитируем, «Городские выборы 25 мая 2014 года, объявленные после бегства из Одессы Алексея Костусева, его соратник по партии регионов Геннадий Труханов выиграл в результате фальсификации, а до этого Труханов активно боролся с Одесским Майданом, координировал отправку тетушек в Киев, голосовал, будучи народным депутатом, за диктаторские законы. К этому же периоду относятся его контакты с лидерами одесских сепаратистов, которые продолжались вплоть до трагедии 2 мая». С целью политической и экономической стабилизации в Одессе народные депутаты потребовали недопущения Геннадия Труханова к местным выборам. В числе прочих обращения подписали Наталья Веселова, Андрей Ильенко, Сергей Лещенко, Олег Медуница, Наталья Новак, Игорь Побер, Игорь Попов, Остап Семирак, Руслан Сольвар, Юлия Тимошенко, Егор Фирсов, Ирина Фриз. К слову, того же мнения придерживаются не только нынешние избранники, но и депутаты бывших созывов. Например, экс-народеп Тарас Татькиф, который он озвучил в ходе своего недавнего визита в наш город. Я неодноразово повторял, что Одесса заслуговывает мать наоборот кращего мера. Мер, что до которого есть обрунтованные подозри в криминальном минулом, мер, который в период президентства Януковича занимал выразную антиукраинскую позицию, выразную позицию поддержки этого антинародного диктаторского режима, который не совсем законно стал мером этого города на минулих позачервовых выборах, на мою думку, должен из города Одессы пти. Управляемая Геннадием Трухановым Одесса неуклонно скатывается в болото, имя которому – сепаратизм. В своем интервью «Пятому каналу» глава службы государственной безопасности заявил, Одесса занимает первое место среди регионов с не проукраинской позицией. Сепаратизм, руководитель Москвы, поширивается на другие регионы Украины. И на сегодня могу сказать, что горячими точками в первую очередь можно назвать Одесский регион. Спрашивается, неужели такой участи заслужил наш город, поддержавший революцию достоинства, город, жители которого одними из первых в стране выступили против режима Януковича. Чтобы не быть голословными, приведем лишь часть имевших место быть в биографии Геннадия Леонидовича. Будучи народным депутатом Украины, Геннадий Труханов не таясь поддерживал антимайдановцев. Еще до событий 2 мая, буквально за месяц, с другой до трагических событий, он неоднократно посещал антиукраинские собрания, центром которых, безусловно, было Куликово поле. Вот он выступает среди единомышленников, перед единомышленниками. Где народный депутат Украины? Я сегодня пришел к вам сказать, что я здесь. Я сегодня среди вас пришел к вам сказать, что в Одессе будут жить и работать одесситы. Сегодняшний городской совет, который работает сегодня, и, как уже было сказано, легитимный орган в Одессе, это тот совет, который сформировали одесситы. И работать он будет не на киевскую власть, а работать он будет прежде всего на одесситах, так как это основное его предназначение. И я хочу вас заверить, что мы вместе с вами. С ними он и сейчас. Во всяком случае, после победы на выборах на пост городского головы, весьма сомнительный к слову. Геннадий Леонидович придерживается прежних своих идеалов и даже, кажется, гордится этим, начиная от демонстративного ношения Георгиевской ленточки, заканчивая тем, что никогда не изменяет своим пророссийским взглядом. Твердая неукраинская позиция не пошатнулась даже тогда, когда журналисты предложили выразить собственное мнение по поводу аннексии Крыма. Оказывается, и так считает одесский мэр Труханов, Крым не оккупированная украинская территория, а Россия. И никакой российской военной агрессии нет. А вы считаете, что происходила в Крыму российская агрессия? Так как военные. Я скажу, что по Крыму невозможно так однозначно рассуждать. Агрессия это не агрессия. Определился парламент Крыма, определились жители Крыма. Либо они вернулись в свои исторические территории, и люди определились и захотели по части России. Либо это российская военная агрессия, и у нас просто оттяпали часть земли. Люди Крыму определили свой выбор, по своему правилу ренду. Вот это расследование предстоящее. Не видеть очевидного, вернее, видеть так, как ему заблагорассудится, отличительный признак нашего головы. До сих пор Одесса не признала Россию страной агрессором, а ЛНР и ДНР террористическими организациями. Вернее, не признала не Одесса, а одесский мэр. И послушный ему депутатский корпус. Тот самый, который он так нахваливал в своем выступлении на сцене антимайдана. И сейчас вопросы о соседе-агрессоре вызывают у Геннадия Труханова чувство глубокого неудовлетворения, переходящего местами в откровенную ненависть. И считаете ли вы Россию агрессором сейчас в данной момент? Вы с какого издания? Взгляд из Одессы. А, мне не понятно. Я по вопросам почувствую. Если понадобится участие, я буду участвовать, конечно. Со стороны Крыма. На Крым пойдем. Этот человек, который, по его же словам, является офицером, пожертвовал другим офицерам и солдатам, проливающим кровь в АТО, целых 100 гривен, цинично заявив, в кошельке больше не было. Вы пожертвовали тогда на АТО 100 гривен. Вот это единственный ваш вклад? Или вы еще как-то помогаете? Ну, я имею в виду армия, добровольческие батальоны, вообще, как бы, скажем так, на войну. Вы знаете, вот такая милая беседа была у нас с вами. Вот ваш вопрос, вопрос такой, касаемый очень важной сегодня части нашей жизни в стране, войны. Но ваши вот эти дешевые вопросы, дешевые, я подчеркиваю, вот эта игра ваша о том, что кто-то пожертвовал 100 гривен, вы бы совесть поимели. Вот я вам советую. Дешевые вопросы, по мнению Труханова, которые обходятся одесситам и городу, слишком дорого. Выступая перед майдановцами, ничтожившись, он клятвенно обещал, никаких памятных знаков на Куликовом поле не будет. Мол, хочешь поклониться памяти – иди в церковь. У нас в Одессе было достаточно много событий, потрясений, трагедий, радостей. Но это не значит, что на каждом углу нужно устанавливать какие-то... Я пойду в церковь, поставлю свечку и пускай там эти души успокоятся. Вы немножко по-другому. Я в ваших действиях вижу больше политики, чем в том. Поэтому прекратите играть в эти игры. Мое вот такое мнение. Разумеется, и здесь сказал неправду. Буквально через несколько месяцев после этого выступления перед активистами Майдана, городской совет и его принципиальный лидер принимают решение установить памятник на Куликовом поле. Сколько еще одесситы будут убеждаться снова и снова в редкой беспринципности нашего городского головы. Каждое заседание в сессионном зале открывается с пения гимна. Каждый раз этот человек держит руку на сердце и шевелит не в попад губами. Весь интернет облетел ролик, где Геннадий Труханов с активистами Одесского Майдана исполняет государственный гимн. Видно, как с трудом разжимая губы сквозь зубы, выдавливает из себя слова государственной песни «Наш городской голова». Кажется, что-то такое мы уже видели в исполнении тетушек год назад, когда активисты заставили их петь ненавистный гимн. «Наш гимн – певец, конечно, за годы мы положим за нашу свободу». «Наш гимн – певец, конечно, за год свое управление мог бы получше выучить слова гимна. Было бы желание, но видно, что не хочется ему ни славы Украине, ни героям славы. Потому и стоит он, молча улыбаясь, аплодируя, видимо, себе за сыгранную роль патриота украинского города Одесса». Одесские предприниматели не могут нормально работать. Одна из причин – управление развития потребительского рынка. Представители мелкого и среднего бизнеса называют его едва ли не самым коррумпированным органом Одесской мэрии. Помещение на Преображенской – почти режимный объект. Три решетки – вход только по звонку. Если чиновники соизволят с вами встретиться в принципе. Такая структура городу не нужна. Ее необходимо полностью реформировать. А сотрудников заменить считают предприниматели. Подробности знает Алия Замчинская. Несколько недель предприниматели не могут попасть на прием к начальнику управления торговли. Да что там на прием? В само здание проникнуть сложно. Мы сегодня будем носить управление торговли в книгу рекордов ГИНОСЭК как самое закрытое и коррумпированное управление города Одессы, которое закрылось от предпринимателей тремя решетками. Одну решетку мы сейчас видим с вами на проходе. Для чего в муниципальном управлении развития потребительского рынка столько решеток? У предпринимателей свое мнение. Куда заносятся взятки? Потому что имели представление все предприниматели и одесситы, что бывшие сотрудники данного управления все взяты на взятках. После скандала первое препятствие удалось пройти. Но впереди еще одно. Решетки в отделе бухгалтерии. После еще одного скандала на камеры решили открыть и эту дверь. Цель почти достигнута. Предприниматели в приемной начальника. У каждого свои проблемы. Наиболее типично отказ продлевать договоры аренды торговых точек. Никаких оснований, чтобы не продлевать договора нет. То есть зависит от начальника управления, хочет, не хочет. В других случаях торговую точку просто сносит. Предписание показали год назад. Решение горосполкома. Когда я спросила, почему вы раньше не приезжали, они сказали, оно бессрочное, мы можем его исполнять когда угодно. После подачи документов и заявления в совет предпринимателей, что предпринимателя вымогают деньги, она не может их заплатить, сразу же магазин снесли. Проблем у предпринимателей очень много. И становится понятно, зачем такие меры предосторожности. Первые решетки, говорит Инна Кравчук, установлены именно для фильтрации посетителей. У вторых, задача серьезнее. Они установлены с одной целью, чтобы не допустить КРУ, СБУ, милицию, чтобы вовремя уничтожить документы, спрятать взятки, которые заносятся сюда ежедневно. Еще один скандал, и предпринимателям все-таки удалось попасть в кабинет начальника управления. Однако Сергею Машьянову проблемы малого и среднего бизнеса явно не интересны. Он с трудом вникает в суть задаваемых ему вопросов. Как обычный предприниматель, обыватель, либо одессит может попасть к чиновнику и изложить свою проблематику? Скажите, пожалуйста. Что? Как сегодня? Голубки, я не знаю. Дальше говорит откровенную ложь. Решетка, рабочая влизь, целый день открыта. У вас задание от мэра, вот это вымогательством занимается. Вам Круханов дал такое задание, вымогать людей деньги. Еще одна проблема возникла у предпринимателей, которые катают туристов и одесситов на каретах. После 8 милей от стабильной работы им отказывают в разрешении осуществлять свою деятельность. В этом году нам разрешение не дают. Говорят, мы не знаем, как вы постоянно оттягивают. Ну, потом решим, мы не знаем, как вас регистрировать. Разделили наши прошения на два, на торговлю и на транспортные. И вот мы ходим, мерчимся, вот уже полсезона, мерчимся, мы не знаем, как получить разрешение. За каждым из этих людей свои проблемы. Если их не решить, будут потеряны рабочие места. Бюджет не получит миллионы гривен. Предприниматели пригласили начальника управления принять участие в круглом столе и обсудить проблемы малого и среднего бизнеса. Однако, поняв, что в городском управлении им вряд ли помогут, одесситы отправились на встречу с президентом Украины Петром Порошенко и губернатором Михаилом Саакашвили. Алия Замчинская, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Мы продолжаем программу «Круг новостей» неделя. Далее вы увидите. Одесские коммунальщики продолжают уродовать деревья в центре Одессы. Какие сюрпризы готовит украинцам закон об особенностях осуществления прав собственности в многоквартирных домах, который вступил в силу с 1 июля 2015 года. Волшебник рояля. Классика и джазовая импровизация в исполнении Сергея Терентьева. После дождичка в понедельник 6 июля в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов вдруг озаботился состоянием склонов в районе Аркадии. Поводом для озабоченности стал сход грунта в районе ночных клубов «Портофина» и «Итака». Созвав подчиненных, мэр строго-настрого распорядился создать рабочую группу, которая, цитируем, «определила бы пути предотвращения новых оползней». То, о чем так долго предупреждали общественники, экологи, строители и геологи, свершилось в Аркадии, свершился оползень. Вернее, эрозивный сход грунтов. В результате, часть Аркадийской набережной между клубами «Портофина» и «Итака» оказалась по уши в грязи. Впрочем, саму грязь коммунальщики убрали быстро, еще бы эдакий конфуз перед товарищами-туристами-курортниками. А что не убрали, то благополучно высохло под палящим солнцем. Но, как говорится, осадочек-то остался. Остался, потому что последний ливень был далеко не последним. И если бы он длился хоть немного дольше, все закончилось бы еще более плавчевно. Просто потому, что городскими властями не сделано ничего из того, что могло бы укрепить эту оползневую территорию. Дренажная система как надземная. То есть, вот специальные желобки, куда стекает вода. Вот если бы здесь шли в систему вот этих желобков, куда вода стекла и ушла себе в дренаж, может быть, вот этого ничего бы сегодня не было. Более того, сделано все возможное, чтобы аркадийские прелести как можно быстрее утонули, частично в болотной грязи, а частично ушли под воду. Например, нарушены два основных правила поведения в оползнеопасной зоне. Вырубаются деревья и кустарники, которые были природным укреплением склонов. И испорчено или перестало существовать надземные и подземные дренажные системы. Испорчено в основном тем строительством, которое последний год полным ходом сотрясает аркадийские склоны. В некоторых случаях даже демонтировали уже существующие вот эти дренажные системы, когда делали строительство, мешали желобки, их поубирали. И сейчас мы наблюдаем вот эти процессы. О том, что начнутся оползни, одесские общественники предупреждали уже давно, инспектируя так называемое благоустройство трассы здоровья, особенно в районе Аркадии и Гагаринского плата. Они то и дело натыкались на незаконные стройки, перестройки и застройки прибрежной территории и береговых склонов. В результате бездумной или безумной деятельности городских властей процесс, что называется, пошел. Эрозивный процесс. Ни соблюдение норм, ни выполнение по соответствующим проектам благоустройства с выливанием вод на склон может закончиться очень плохо. Тем более, что, будучи еще не нагруженным, это было очень неблагополучное место. Свою роль сыграла и незаконно построенная дорога-спуск с Гагаринского плата практически на самом откосе. Впервые общественники забили тревогу еще осенью прошлого года. Били тревогу. До сегодняшнего дня не получены ни один из ответов, кто ее строил, на каких основаниях. Это опять благоустройство или что-то еще. Но после сползания грунта мы поняли, что очередной раз какие-то последствия незаконного строительства выражаются в риске для горожан в Аркадии. И вот на тебе после дождичка в понедельник наш Труханов взял и озаботился судьбой склонов в отдельно взятой Аркадии. Так и наказал подчиненным создать специальную комиссию, которая бы определила пути решения вопроса. И даже какие-то укрепительные работы собрался производить. Пока, правда, на словах. Речь идет о миллионах тонн грунта. О миллионах тонн грунта. И пусть те, кто говорят, как они сваями укрепят это все, пусть они перекрестятся и подумают, правду ли они говорят. Впрочем, похоже, рядом с Геннадием Трухановым находятся самые специальные специалисты и профессиональные профессионалы. Например, в телефонном разговоре Вадим Андрусишин, который, к слову, является начальником по берегу укрепительным работам, заявил, что ничего страшного в сегодняшнем сходе грунтов нет. Нет, ну это большое количество осадков одновременно. Там же отсутствует ливневая канализация. Нет ни лотковой поверхности. Ничего нет на склонах. Поэтому и размыло грунт и вынесло. Но это не классифицируется как комплекс. А почему нет ливневых там, ливневых канализаций? Почему их не поставили, не придумали там? Ну, вопрос, конечно, интересный. Ну, там не так, как ливневки, там ливни, отводящие ногти должны быть. Вот такой интересный разговор получается с нашими городскими властями. То есть то, что должно быть, того нет. То, чего быть не должно, от чего-то имеется. И самое интересное, что наша мэрия во главе с головой от чего-то эту тенденцию в упор не замечает или делает вид, что не видит. Алена Фомич, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». В ночь с 22 на 23 марта 2015 года был взорван офис волонтера Алифтины Короткой на улице Гераневая-2. Поскольку к волонтерской деятельности Алифтина это помещение имело опосредованное отношение, то явно прослеживался мотив «Вместе» за патриотическую позицию. Тем более, что Одессу тогда сотрясала серия взрывов офисов патриотических организаций. Но это, как оказалось, только видимая часть айсберга. Не все так однозначно. По словам Алифтины Короткой, волонтера и арендатора пострадавшего помещения, на арендуемый ей офис положила глаз депутат городского совета Марина Клюева сразу после 2011 года, когда, собственно, госпожа Клюева и стала депутатом. Алифтина располагает обращением депутата Клюевой в городской совет в 2011 году. Она требует разорвать договор аренды с арендатором, то есть со мной, и передать это помещение ей, для того, чтобы она там организовала приемную партию регионов, для того, чтобы там какую-то первичную организацию партии регионов и так далее. И пишет, что если этого не произойдет, то в этом помещении возможен подрыв фундамента, либо пожар. Через 4 года, в марте 2015 года, когда Одессу лихорадит от взрывов и терактов, на Гераневой-2 также срабатывает смертоносная машинка. Офис разворочен, вести в нем какую-либо хозяйственную деятельность не представляется возможным. Сразу после взрыва появляется еще одно обращение депутата Клюевой. В 15-м после взрыва та же самая Клюева пишет свое депутатское обращение уже на имя мэра Труханова, где опять она говорит о том, что отдайте помещение ей, разорвите договор с арендатором. Торопится человек, депутатские полномочия заканчиваются, в октябре выборы, подсуетилась. Со времени момента взрыва проходит более трех месяцев. По состоянию на 9 июля офис в таком же состоянии, взрыв произошел, как будто вчера. Согласно нормам законодательства, имущество, поврежденное в результате терактов, восстанавливается за счет государства или баланса держателя, в данном случае за счет города. Юристы говорят, кроме этого, согласно норме закона об аренде, арендатор, если арендуемое имущество пострадало не по его вине, имеет право на определенные льготы. Для этого вопрос должна рассмотреть бюджетная комиссия. Ущерб, нанесенный в результате террористическим актом, возмещается за счет государственного бюджета. Арендатель дважды обращался в бюджетную комиссию, дважды, с тем, он не говорил о том, что, пожалуйста, сделайте капитальный ремонт. Он не говорил о том, что возместите мне ущерб, как это положено по закону о борьбе с терроризмом. Статья пятая, я повторяю. Он говорил о том, что, пожалуйста, дайте мне льготу по арендной плате. Но бюджетная комиссия первый раз вообще не приняла никакого решения. Второй раз посчитала предоставление льготной арендной платы нецелесообразным. Возникает вопрос. Заинтересованность. Почему Одесский городской совет заинтересован не восстановить вот это помещение? Не заинтересован он дать льготу арендатору для того, чтобы арендатор сам за свой счет восстановил это помещение. А заинтересован в том, чтобы арендатор отказался от этого помещения. Наверное, с тем, чтобы передать его лицу, которая в этом, скажем так, кровно заинтересована, у которого есть какие-то рычаги давления на горсоветы, на бюджетную комиссию. Смотрим на состав той же бюджетной комиссии. Депутаты от Радыны и доверяй делам. И на ответственном посту в комиссии трудится... Зампредседателем бюджетной комиссии является та же самая Клюева, которая, собственно говоря, и заинтересована в том, чтобы этот объект в любом случае достался ей. Она торопится. Это вся группа депутатов. Это что? Это называется доверяй делам. Это называется Радына. То есть мы можем посмотреть, как мы можем доверять делам. Алифтина Короткая обращалась к следователю, ведущему ее дело, с просьбой приглядеться к персоне депутата Клюевой. Будем надеяться, что с приходом на ответственные посты в областной власти новой команды к этому делу присмотрятся все-таки повнимательнее. И не только к персоне госпожи Клюевой, но и к вождю партии доверяй делам. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Одесские коммунальщики продолжают уродовать деревья в центре Одессы. Так, на улице Ришельевской сотрудниками горзелентреста был изуродован платан. А на месте зеленых акаций в Красной переулке теперь торчат уродливые столбы. Казалось бы, то, что произошло на французском бульваре, должно было навсегда отбить охоту у одесских коммунальщиков заниматься уродованием зеленых насаждений города. Напомним, после варварской обрезки в прошлом году здесь погибли 130 деревьев. И примерно столько же могут погибнуть в ближайшее время. Едва распустившиеся листочки уже засохли, а значит и они неизлечимо больны. Городу нанесен непоправимый ущерб, причем как материальный, так и моральный, восполнить который уже невозможно, даже если в ближайшее время засадить французский бульвар новыми саженцами. Не факт, что они приживутся, а если и приживутся, давать тень они будут не скоро. Но, похоже, этот горький урок не пошел впрок нашим коммунальщикам. И они продолжают славное дело уничтожения зеленой зоны Одессы. Теперь их руки дотянулись до центральных улиц города, к акациям и платанам, которые их украшают, вернее, украшали. Потому как на данный момент деревья выглядят не лучшим образом. На Решильевской угол Бунина зелентрестовцы так обкарнали одно из деревьев, что узнать теперь в этом обрубке красавец платан практически невозможно. Местные жители, как, впрочем, и обычные прохожие, недоумевают, кто это делает и зачем это нужно. Как бы зеленые листики есть, вот растут. Выглядит теперь странно. Да? Если уже действительно, если надо было его срезать, так уже надо было убрать и посадить что-то новое. Ну, мешает, наверное, кому. А кому? Кто срезал. И вот эти тоже. А кто это взял? Целедреск. Так он чистит деревья, так называется? Ну, только не там он чистит их. Если они здоровые были, это преступление почти. Это как оно? Зеленое-зеленое преступление, можно сказать. И действительно, вроде как подобным безобразием занимаются люди, которые должны были бы не убивать зеленые насаждения, а наоборот, ухаживать за ними. Если дерево больное, лечить его. Если сухое, спиливать. А никак не наоборот. Уничтожать зеленые деревья, не трогать аварийный и сухостой. Рядом с зарезанным платаном мы насчитали несколько действительно нуждающихся в подрезке. Но их сухие ветки от чего-то зелентрест убирать не спешит. Не всегда они разумно поступают, я так думаю. Не всегда разумно. Есть моменты, вместо того, чтобы срезать там, где сухое, они по-живому часто пилят. Вот можете снять дерево. Сверху сухие, есть ветки, а снизу опилены живые. А что же делать? Как им противобойствовать? Ну они тоже здесь, на Красном переулке, да? Да, и в Красном переулке тоже, где после удачной обрезки горзелентрестом деревья больше напоминают культи, непонятного вида столбики, так и не сумевшие пустить ни одного листика. Вот то, что осталось вместо зеленых и вполне живых акаций. Дерево, которое является символом Одессы. Впрочем, благодаря одесским коммунальщикам и нынешнему городскому руководству, поставившему дел уничтожение деревьев на поток, уже не акации, а именно такие обрубки станут настоящим символом уничтоженной Одессы. Алена Фомичев, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Почти половина украинских семей проживает в многоквартирных домах. Со дня вступления в силу закона об особенностях осуществления прав собственности в многоквартирных домах, собственники таких домов сами несут ответственность за свои жилища. Какова будет форма этой ответственности? Какие подводные камни ожидают людей? Одесситам рассказала один из соавторов данного закона, народный депутат Украины от объединения «Самопомощь» Алена Бабак. Революционный закон не только разрушает монополию ЖЭКов на обслуживании жилья, но и несет в себе воспитательный момент. Все-таки многие украинцы привыкли к тому, что за них что-то кто-то решал. Мэр, начальник ЖЭКа, местный депутат. Теперь будет все по-другому. За квартиры, состояние дома и придомовой территории отвечать будут сами жильцы. Не так побелили, дах не отремонтировали, в подвале тараканы и так далее. Все это вещи, с которыми мы стикаемся в побуте каждого дня. И что-то нам заважает. Мы должны вытрачать много времени, чтобы не идти на работу, а идти до ЖЭКу, скаржиться или что-то делать. Сейчас говорится о том, что совместители будут принимать решения своими загальными сборами. Авторы закона прекрасно понимают, что ситуации бывают разные. Например, многоэтажка на 1500 квартир и домик на 2-3 квартиры – это одинаково многоквартирные дома. Кому-то будет выгодно оформить ОСМД как единое юридическое лицо. Кому-то на общих сборах выбрать управляющую компанию. Кому-то не то и не другое. У нас есть такие домики, где и по 4 квартиры, и по 5 квартиры, и 2 квартиры. Для чего людям тут и объединение, для чего тут управляющая компания. Можут люди и самостоятельно принимать решения, в складчину зібрались, наняли себе какой-то дверника, оплатили послуги и все. Понимаете? То есть эти решения должны быть приняты. Закон подвергся критике вот по какому моменту. Дело в том, что при передаче собственникам жилья его на баланс, нынешний собственник должен передать дом с капитальным ремонтом. Поэтому Алена Бабак советует. Узнайте у ЖЭКа, сколько вы платите за текущий ремонт, и заставьте коммунальщиков его сделать. Кроме того, подключайте местные власти. Они тоже могут принять участие в ремонте домов за бюджетные средства. Если от большинства домов поступят такие запросы, по идее, местные депутаты ваши должны будут принять какую-то местную программу для того, чтобы в рамках реализации закона 92-го года начать реальную поддержку реальных собственников в проведении капитальных работ. До сегодняшнего дня мы просто ждали этого как манны небесной. Если есть вопросы у граждан по вопросу реализации своих прав относительно взаимодействия с городской властью, то они могут обращаться в наши приемные. Как будет проведен капитальный ремонт, вот то, о чем Алена говорила. У кого, где, нужен запрос от граждан. Пока граждане будут молчать и ничего не делать, конечно, город тоже не будет ничего делать, но это объективно. Но если мы все вместе будем работать в этом направлении, то будет результат. У депутатов теперь есть законные основания принимать подобные программы. В этот же день Алена Бабак встретилась с одесситами, представителями управляющих компаний, директорами ОСМД и просто неравнодушными к будущему своего жилья гражданами, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Например, немаловажный вопрос. Что будет с технической документацией на дом? У кого она останется? Происходит процесс передачи всей документации по данному дому от одного субъекта к другому. Собственно, это сейчас и написано в законе, что вся техническая документация относительно данного дома передается от того, кто раньше содержал у себя на балансе этот дом, тому, кто будет уполномочен от имени собственников это делать. Вообще, Алена Бабак утверждает, закон очень долго шлифовали и в нем пытались учесть все возможные ситуации. Но все равно есть смысл открыть документ и обязательно его почитать. Потраченным это время точно не назовешь. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания Круг. Когда в музыкальном мире говорят «маэстро шелковые пальцы», все понимают, о ком идет речь. Называть имя одесского пианиста Сергея Терентьева нужно только для тех, кто еще не знаком с творчеством музыканта. Мастер исполнения классики джаза продолжил летнюю серию концертов в еврейском культурном центре Бэйт Гранд. Название концерта «Рояль и его волшебник» отпечатанное на афише, говорит о музыканте так же, как высшая проба о слитке драгоценного металла. Волшебник рояля и маэстро «Шелковые пальцы» своего рода почетное звание Сергея Терентьева. Но как все признанные мастера, он не надеется на свой авторитет и прошлые заслуги. Задолго до начала концерта в темном пустом зале пианист один на один общается с инструментом. Я, например, не знаю, что я буду и как это все будет выглядеть, учитывая еще то, что инструмент, в общем-то, не мой родной звук, не те, которые и руководить тут не так. Вот так что тоже зависит в данном случае от инструмента, тоже очень многое. Инструмент либо вдохновляет своими звуками, либо наоборот газит. Исполнение классики и джаза в одном концерте традиционно для Сергея Терентьева. Он не пытается слють их воедино или противопоставить. Это две взаимодополняющих ипостаси полнозвучного мира гармонии. Начало, как всегда, за классикой. Чайковский, Шуберт, Шуман, Лист, Шопен. Искусство, как мы говорим, это спасательный круг для общества. И мне кажется, что Сергей Терентьев один из самых выдающихся деятелей культуры в нашем регионе, не только в нашем регионе, но и страны в целом. Сергей Терентьев стоит особняком, потому что это не просто талантливый музыкант, это явление в музыкальной жизни нашей страны вообще. Явление. Я настаиваю на этом слове, я настаиваю на этом определении. Потому что Сергей Терентьев – это капелька с неба, от Господа Бога, которая упала ему в темечко, и которым вот мы уже полвека даже с хрустиком наслаждаемся и не можем никак оценить, потому что, к сожалению, Сергей Терентьев – это то явление, которому не додано по заслугам. Он заслуживает гораздо большего. Бытует представление, будто классика – нечто строго академическое, когда исполнитель в костюме с бабочкой неукоснительно следует священным канонам музыкальной школы. Опытный слушатель знает, что это не так. Как говорит Сергей Терентьев, даже здесь у музыканта есть возможность и право импровизации. Меняются, конечно, не ноты. Одну и ту же клавишу каждый мастер нажимает по-своему. Моцарт, Бетховен или Чайковский у них свой. Импровизация в джазе, как и сам этот жанр, более демократична. Именно демократична, а не примитивна. Первые зерна на этом поле Сергей Терентьев посеял много лет назад и теперь справедливо считается одним из метров импровизации. В классической музыке без импровизации тоже она неинтересна. Потому что они когда, те, кто писали классическую музыку, одинаково ее не исполняли. Что касается той музыки, которая называется джазовая, или которую я сейчас исполняю, так это, конечно, на какую-то данную тему. Чистая импровизация, когда вы выходите и все создаете с самого начала, начиная с темы, все абсолютно, это уже другой вид импровизации. Создание произведений, как раньше импровизировали Ферренс Лист, Шопен и Шумен. Они сначала импровизировали те произведения, которые записывали. Писать о музыке – дело неблагодарное. Более или менее объективные критерии оценки, существующие в других видах творчества, здесь неопределенны, как сама способность восприятия. Есть один путь, ведущий к познанию искусства звука – желание услышать. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова